Друзья мои, мы на выставке слышали очень много интересной информации по поводу того, что здесь есть стенты, есть компания, которая представила новый продукт, это затвор с пятью смещениями. И мы нашли эту компанию, это компания Пентаар, мы хотим сейчас немножечко узнать про этот продукт и что же там за пять смещений. Давайте подойдем и спросим. Добрый день, Николай Лысов, Весник арматура строителя. Расскажите, пожалуйста, это вот этот вот продукт с пятью смещениями, о котором так много говорят сейчас на выставке и многие компании? Спасибо, хорошо вам. Да, это с пятым смещением, но в принципе побольше, чем два экс-интенситета нет. Мы все живем в тридименциональном мире, есть X, Y и Z, да. Одна ось уже занята через вау, поэтому остается только X и Y, да, есть два. Третий, четвертый и пятый, это только чтобы объяснить форму и сложность седла и уплотнения. В 93-м году я сделал конструкцию для компании Альфа Лаваль. Затвор до сих пор продается на рынке, затвор МС с третьим смещением. В 97-м году я сделал конструкцию для компании ЦВИК, она тоже еще на рынке. Я никогда не мог понять, почему эти затвора очень хорошие по герметичности, если температура большая, 500-600-800 градусов, без никаких проблем. А если температура маленькая, там уже при минус 30-40 градусов герметичности уже нет. Никогда не понял почему. По теории коэффициент расширения металла линейный, и в большой, и в маленькой температуре. А правда такая, что в малой температуре это не линейно. И сейчас, если посмотрим в затворах, где третье измещение, форма седла и уплотнения эллиптическая. Что это значит? Это значит, что толщина корпуса здесь огромная, где толщина уплотнения маленькая. Где толщина уплотнения огромная, толщина корпуса маленькая. И так, если этот коэффициент не линейный, в низких температурах получается, что форма уплотнения уже будет разная, чем форма седла в корпусе. И поэтому уже эти формы не найдут друг друга, и огромные протоки с герметичностью нет. Когда мы знали, где проблема, это уже легко было сделать затвор, где этого проблемы нет. Найти решение. Да, найти решение. Просто, что мы сделали, мы сделали такую форму седла и уплотнения, чтобы толщина вокруг была тоже сама. Мы первый раз в истории оборотных затворов сделали эту форму, где это уже не конус. Это сложная форма. В конусе все линейки встречаются в одной точке. А у нас первый раз в истории оборотных затворов, это не конус, все эти линейки никогда не встречаются. И так я могу, в принципе, сказать, какой угол я хочу иметь, в которой позиции затвора. И так могу получить затвор, где крючатый момент поменьше, где меньше трения. В принципе, у нас трения нуль, если откроете такой же затвор там на 0,5 градусов, уже уплотнения и седло, уже контакта нет. Это значит, трения нет. Значит, если там песок будет или гроза, или что-то другое, ничего, никакого проблемы по поверхности не будет. А самое главное, что тоже в криогеннике минус 200 градусов у нас полная герметичность. Протоки 0,0. Правильно я понял, что ваше ноу-хау заключается в том, что вы добились одинаковой толщины по всему периметру, по всей окружности. И это позволяет металлу более равномерно расширяться и обеспечивать герметичность. Скажите, я знаю, что трехэкцентриковые затворы очень сложны в производстве ввиду вот этой сложной геометрии. Вот этот продукт, который был изобретен вами, он как в плане производства? Не можно сказать да или нет. Поэтому, если мы говорим о затворах с третьим смешением, производство можно сделать на старых станках, как и раньше были. В ЧПУ, в принципе, не нужно. Такой же затвор нужно сделать на ЧПУ минимум 4 оси. Но по временем обработки получается так, что мы поставляем такое же седло, например, в размере 600. Время обработки у нас где-то минут 15. Если возьмите то же самое в оборотном затворе, то же самого размера с третьим смешением, время обработки будет 5 часов. А это поэтому, что обработка в затворе с третьим смешением идет под углом. И кроме того, что толщина седла только маленькая, длина обработки для резца очень большая. Представляете, это 600, толщина седла миллиметров 15, а толщина обработки будет 40 сантиметров. А у нас толщина 15 миллиметров и обработка 15 миллиметров. И поэтому время обработки очень быстрое. Но нужно найти какой же вариант, чтобы все 4 оси во время обработки синхронически вокруг поменялись. Но это немножко сложно. Все-таки вот эта вот фраза, затворы с пятерным смещением, это по большому счету все-таки касается именно геометрии затвора седла, правильно? Правильно. В принципе, можно так сказать. Эксцентриситетов максимум в оборотном затворе может быть 2. А все остальное геометрия? Да. Это, в принципе, только смешение от площади уплотнения до оси вала. Это номер один. От оси трубопровода до оси вала это номер два. А 3, 4, 5 это только уже форма и сложность седла и уплотнения. Что ж, доктор Гайдер, спасибо вам большое. Было очень познавательно и очень интересно. Удачи вам и пусть ваш продукт развивается и служит на благо тем заказчикам, которые его приобрели. Большое спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Вот так, друзья мои, мы видим, что в этом сложном бизнесе, в этом многогранном бизнесе все-таки есть доля маркетинга, которая иногда немножко затмевает техническую основу. И то, что мы сейчас услышали от доктора Гайда, говорит о том, что да, они переработали конструкцию. Принципиально, наверное, инноваций в этом нету. Просто они решили ту задачу, с которой столкнулись. А это работа арматуры при минусовых температурах. Интересно? Наверное, да. Ну, пойдемте дальше посмотрим. Продолжение следует...